Сейчас моя очередь сопровождать вас в саду геометрии. Меня зовут Эшер, я голландский художник 20 века. Геометрия всегда вдохновляла меня. Я стал мастером в искусстве рисования невероятных мозаик. Вот мой автопортрет в сферическом зеркале. Одна из моих самых знаменитых гравюр изображает рептилии, нарисованных на плоскости, которым удается убежать с их листа бумаги. С высоты различных предметов они смотрят на свою прошлую плоскую жизнь. Для того, чтобы подготовиться к четвертому измерению, мы будем вдохновляться этой гравюрой и небольшой книгой, опубликованной в конце 19 века английским пастором Эдвином Эбботом, которая называется «Флатландия. Плоская страна». Мы попробуем объяснить плоским жителям, то есть существам, живущим в плоскости, существование третьего измерения, столь привычного для нас. Представим себе, что одной из этих ящериц удается убежать от несчастной жизни на плоскости и, поднявшись на своеобразную обзорную площадку, посмотреть на свой мир. Как она могла бы объяснить своим соотечественникам существование трехмерных объектов? Первая идея заключается в том, чтобы пронести через плоский мир трехмерный предмет. Вот, к примеру, тетрайдер со своими четырьмя гранями пересекает плоскость ящериц. Плоские жители видят зеленый треугольник, внезапно возникающий и постепенно уменьшающийся. Они видят только это, потому что их органы чувств не позволяют им узнать, что происходит за пределами плоскости. Каждый раз, когда рептилии видят эти зеленые многоугольники, которые возникают, деформируются и исчезают, они могут себе представить объект, пересекающий их плоскость. Чтобы понять, что не так просто восстановить форму геометрического объекта по его сечениям плоскостями, попробуйте угадать, что же сейчас пересекает плоскость. Это тетрайдер. А сейчас... Теперь это куб. Естественно, нужно учитывать, что эти рептилии смотрят не так, как мы. Они видят зеленые многоугольники только последовательно, и им приходится вырабатывать видение глубины, чтобы воспринять настоящую форму. А теперь... Октайдер со своими восьмью гранями. И... Икосайдер. Тело с двадцатью гранями. Детекайдер со своими двенадцатью гранями, двадцатью вершинами и тридцатью ребрами. Теперь мы будем смотреть на сечения и только на сечения. А вы попробуйте угадать, что за многогранник за ними прячется. Это был тетрайдер. Это был куб. Становится сложнее, не правда ли? Вы видите, двумерные существа должны выработать неплохую интуицию, если они хотят что-то понять про третье измерение, которое нам, однако, казалось таким естественным. У нас такие же трудности возникают при попытке воспринять четвертое измерение. Вот второй способ, как можно объяснить жителям плоскости, что такое многогранник. Надуем сначала многогранник, чтобы все его вершины и ребра очутились на сфере. Теперь спроектируем его стереографически на плоскость ящериц, чтобы наши двумерные друзья могли насладиться спектаклем. Естественно, мы можем начать вращать сферу, а вместе с ней тетрайдер, как мы это уже делали с землей. Посмотрим на куб и посчитаем его вершины, ребра и грани. Куб и посчитаем его вершины. Теперь очередь октаэдра. Мы видим 8 раскрашенных граней. Заметим, что проекции ребер, дуги окружностей. Теперь октаэдра. Структура оказывается более сложной, но ее все еще можно понять даже нашим ящерицам. Там 20 граней, 12 вершин и 30 ребер. Сможете их сосчитать. Мы закончим додекаэдром, шемчужиной геометрии. Сможете их сосчитать. Сможете их сосчитать. Теперь пришло время для упражнений. Представим себя в размерности 2, попробуем узнать многогранники по их стереографическим проекциям. Легко, не правда ли? Мы видим 4 грани, 6 ребер, 4 вершины. Это тетраэдр. Это тетраэдр. Посложнее. Грани треугольники. Мы видим, что из каждой вершины исходит 5 ребер. Довольно много граней. Может быть их 20? Это экосайдр. Право. Посмотрим на додекаэдр. Каждая грань пятиугольник. Таких граней насчитывается 12. С каждой вершины исходят 3 ребра. Эти пять тел и по сей день поражают геометров. Греческие философы приписывали им мистическое значение и споставляли их с фундаментальными элементами, составлявшими мир. Их поэтому называют платоновыми телами. Итак, ясно. Нелегко разработать интуицию третьего измерения, будучи плоским. Можно действовать по-разному, и стереографическая проекция оказалась очень полезной. Теперь нам пора подготовиться к четвертому измерению. Придется напрячь воображение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...